нечет он там-то как-то стал похоже через бок выгружают посмотрим если через бок туда пойдем подготовим все варежки пойдем глянем что у нас там делается в прицепе ремни снимем вот здесь все красиво лестницу не хочется выдвигать наверное надо сюда ехала все красиво сейчас не временем посмотрим если он будет тоже бог раскрывать значит доски по скидаем короче подготовимся полностью все отлично подошел вот дядька 50 минут стою кстати говорит под кран поедешь выше поеду просто говорит ну там вот что минске впереди меня заскочил у него крыша не сдвижная я так понимаю ему надо боковая выгрузка ему проще бог уже разобрать конструктору еще тот геморрой 18 вот а мне то чё мне еще проще крышу сдвинуть вообще никаких вопросов чем бокс разбираться доски снимать суета ох давненько вы постройкам не ездили набраться еще как-то так более-менее су цивильно и цыплитами выложена стоя просто болью на последний раз она на стройке выгружался москве самой там было весьма весело здесь так ничего смотрю по плитам дождя нету сухенько грязи нету там него видите прицеп у него трубный конструктор так называемый поэтому ему конечно проще разобрать бог мне соответственно проще сдвинуть крышу я его прекрасно понимаю я такой процент уже поехали не хочешь я у прекрасно понимаю много лет такой прицеп оттаскал когда верхняя загрузка или выгрузка это было все смерти подобно разбирать собирать этот конструктор это конечно еще то шикарное мероприятие чуть строится это еще дополнительный корпус строится к этому или это так они что-то строят в общем сейчас паркуемся сдвигаемся скал за 40 минут при сигарет под кран где 40 минут уедешь если горит больше этот ждать погрузчик говорит задержишься и поехали под кран все мы разгружаемся настройки лапина уже второй подъем все нормально даже заезд нормальный в общем то относительно правда вот оттуда пришлось ну утонуть не утонул и это хорошо что строится так и не сказали а вон видите коллега у него боковая выгрузка потому что тент не сдвижной крыша не сдвижная мне спросили подверг поедешь я рукаешь поеду ничего крышу сдвинулся вот и мы какой-то стройке поучаствовали строить чего-то вот и мы с ним сдвинулся правда пацаны попросили расщеклить бочину но бог с ним сдвинул им тент проблема сейчас туда-сюда 9 подъемов 10 и все и будем разгружены 6 часов мы готовы вот видите туда вот налево свернул я думал провалюсь но если бы дождь прошел после дождя я здесь утонул бы отсюда с правой стороны было не с руки ломаться и от зорька там коллега едет пропустить оттуда было не с руки ломаться так посмотрел но ничего она нормально туда зашла а а давай знаешь что давай я на эту так эту и блин на эту трассу перееду помнишь мы тогда там между минкой и киевкой какой какой цкад там нет никакого цкада ты уже ты от этой от м2 уже едешь по 107 саш там все цкад заканчивается ну да да на 107 ты же по 107 будешь ехать там не надо разворачиваться там на светофоре влево сворачиваешь чуть-чуть в сторонке то заправочка помнишь мы тогда ее проехали еще мимо ну давай туда я сейчас отсюда выезжаю ты туда ешь я как раз туда приеду там и встретимся все все шефом надо пересечься умница еще коллегу еще не разгрузили вон тот кразик моргал мне максиму и подошел тоже подписчиков здесь вот крутится по месту по территории стройки у коллеги завалились поддоны у меня не знаем я ничего не завалилась у нас там ляпать надо сейчас остановиться это ну что какой она сейчас план мы сейчас на сто седьмую по стой седьмой до четверки и едем на скане адамодетово пусти меня братан спасибо на скане адамодетово там по дороге шефом пересекемся туда-сюда и все открываю ворота до динамо бежит говорит все бегут все счастливо оставаться так надо что-то у меня там ляпает сейчас я здесь подправлю что там ляпает и поедем да кстати забыл сказать строится там это не медицинский центр медицинский центр он рядом строится там где откуда мы приехали то ли частный дом то ли частные дома но если это частный дом то дом его даже назвать стыдно скорее дворец просто я даже наверное эту сумму представить не могу сколько сие строительство стоит просто кошмар просто зная сколько по документам стоила моя партия кирпича всего лишь одна моя партия кирпича сколько нужно баблища не бабла баблища чтобы построить то что там строится ну а вот еще есть же такие деньги мы выскочили на м1 на воцкане как Голицына уже давно мы тут уже не были не ну желательно заезжать только ты вот там туда-сюда вот все сейчас 107 и налево уходим на 107 там встретимся с начальством получим по шапке за что-нибудь и потом по 107 под скаду поедем поужинаем по-человечески поужинаем по-человечески потому что что-то уже говорит голодный как стая нигров извиняюсь афроамериканцев короче кушать охотно раз тормознемся шефу бумаги отдадим а все уже открыли сюда съезд на 107 да вот на 107 уже заезд так-то раньше надо было прямо ехать нет нифига это не на 107 нет это не сюда мне дальше все-таки прямо и вон там на том мосту разворачиваемся и потом сюда на 107 да чуть не уехал опять куда не пусть не туда куда надо ё-моё а тут чего все-таки надо было туда наверно сворачивать здесь видите закрыли уже да что ж ты будешь делать то что ж такое не везут и как с ним бороться все-таки надо было здесь уходить направо нет слов одни мысли поехали искать разворот ну ничего съездил развернулся невелика была большая потеря ну и задорную головы колесам работа а здесь вот получается вот тут будет платка вот тут же нервы не выдерживает увидите тут вот они платежку строят это огромное надо же еще попасть м1 и вот у них тут будет пункт взимания платы этот участок вот этот который они сделали там от кубинки или еще откуда ну я так как примерно тоже сделают платы что тут у нас да кто лоханулся там же шизнак висел там кирпичную одно висел на втором не висел я чуть еще голову вправо повернул смотрю там грузовик туда в сторону зеленограда уходит нет а туда не надо оказывается они вот зачем они эту развязку здесь закрыли ничего не понятно ладно съездили съездили развернулись развернулись сейчас вот 800 метров направо по 107 и пошли готовьтесь 800 метров держаться в районе гуровиков надо обогнать ну куда они тут уходят а тут тоже наверное получается надо будет ехать прямо там где-то разворачиваться и потом только сюда попасть я не понимаю для чего они этот мост закрыли на котором всегда разворачивались ну хреном мама знает ладно невелика беда бывало и похуже что 10 вечера у нас рута 11 это наше скане нормально и не слишком поздно и не слишком рано выспаться успеем до завтра до утра а а а а а а его мою въезд ночное время с 8 до 8 утра осуществляется со стороны каширского шоссе понятно короче отсюда мы не заедем надо ехать на каширское шоссе каким-то образом ох не было печали пока не прокричали раньше запускали по-моему нет едем сейчас где-нибудь ищем съезд что-то нам сегодня не везет тут там на м1 съезд прошляпил здесь не пускают катайся тут кругами где тут как тут попасть на эту старую каширку где тут как тут попасть на эту старую каширку правильно в принципе что им двое ворота держать охранника тут не что держать с этой стороны логично там от дедова на горизонте узнал бы я бы сразу поехал по старой каширке или там бы раньше чуть-чуть съехал там нужно было через этот проехать через ту заправку ну знал бы прикуп жил бы даже не в Сочи а на Канарах вот по-моему впереди развязка И это следующее. Это вроде бы и есть съезд на старую машину. Могу ошибаться. Не так хорошо. Московский Уоллс еще знаю, как хотелось бы. Дома Дедова надо ходить вверх. А я? Ну, мне вот сюда, вот направо надо. Сейчас еще тут, бабочки придется рисовать. Сейчас надо будет, скорее всего, просто бабочку придется рисовать. Мне вот налево нужно туда поехать. Да-да-да. Ну, поехали. Или ты тоже не знаешь, куда тебе надо. Ой, а тут нету съезда. Здрасте, приехали. Поехали разворачиваться, значит, я не хочу. Короче, нарисовали мы тут немножко кругов, но по итогу все-таки попали туда, куда надо. Не знаю, это Каширское шоссе, это не старая Каширка, это Каширское шоссе. Короче, хрена он вам узнает. Факт в том, что вот у нас Каня, мы приехали. Так что все туда, друзья. Сейчас оформляемся, заезжаем, ставим машину и ложимся спать. Всем спасибо за внимание. Пошел я оформляться. Пошел я оформляться.